Память героев Отечества за их великий подвиг почтили по всей стране. Наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки. Вместе наш народ сначала сломил сильнейшего агрессора, а после восстанавливал города и села из пепла и разрухи. 9 мая мир встретил 67-летие Победы вместе с теми, кто нам ее добыл, солдатами и тружениками фронта. Как День Победы прошел в набережных Челнах, об этом прямо сейчас. 8,5 тысяч челнинцев отдали свои жизни, защищая Родину. Те, кому посчастливилось вернуться и дожить до сегодняшних дней, в первых рядах смотрят парад. Празднование 67-й годовщины со Дня Победы над фашистской Германией началось у вечного огня. Гул и радость, цветы и слезы, колонны марширующих и военной техники. Город чествует героев Великой Отечественной войны. Управление медицинских народных георгий по городу набережных Челны. По традиции торжество проходило на двух праздничных площадках. Весело и с размахом гуляния шли на стадионе «Строитель», чуть скромнее в Парке Победы. Теплый майский день. В парке тысячи челнинцев. У атерционов огромные очереди. Правда, им не сравнится с количеством людей у главной сцены автозаводского района. В первых рядах ветераны района. С ними пришли на праздник их дети, внуки и правнуки. На сцене творческие коллективы. Каждый номер посвящен Великой Победе и ее героям. Очень добрые люди. Не забывают ветеранов своих. Все гостеприимные. Везде приглашают, везде ухаживают. Салют Победе. Праздничная программа, специально подготовленная для ветеранов и гостей парка. Концерт было слышно на километры вокруг. Поэтому пришедшие отдохнуть и погулять с детьми могли наслаждаться выступлениями, не отвлекаясь от своих чат. Нам очень нравится праздник. Мы рады, что сюда попали. Всех с праздником, всем удачи. Здесь весело. Хотелось бы, чтобы каждый день так было. Так как мы русские люди, мы умеем праздновать, гулять. Желаем всем счастья, здоровья, любви. Но никто не забывал, кому посвящен этот праздник. Благодаря чьим подвигам дети играют в парке и радуются мирной жизни. Большое спасибо нашим ветеранам, кто трудился здесь у нас в Шелнах. Он защищал нас. Будем помнить, верить и почитать. Трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один. Те, кто брал Берлин. Что касается традиционного завершения торжества, салюта, то на территории Автозаводского района увидеть его было невозможно. В этом году у Дворца культуры его попросту не было. Лишь на стадионе строитель народ мог насладиться ярким перетехническим представлением в честь Великой Победы. Егор Орлов, Михаил Матвеев, НТВ, Набережные Челны.